Клуб «Позитивное общение» Мы сегодня встретились, чтобы продолжить наше общение. И мы в прошлый раз говорили о чувстве долга и вообще о долгах, которые мы отдаём. Ну и разговор, собственно, как всегда, у нас остался немножко незавершённым, но отклик это имело у всех. А сегодня, я думаю, мы сделаем немножко по-другому, потому что мы учимся, так сказать, на своих ошибках или, по крайней мере, стараемся это делать. Поэтому каждый скажет теме, о которой он хотел бы поговорить. Если у вас нет такой темы, вы можете просто сказать, что готовы присоединиться там или как-то так. Если готовы предложить интересную тему для вас, вы её можете вынести на общее обозрение, обсуждение. А дальше мы решим, о чём мы поговорим уже, так сказать, исходя из какого-то количества предложений. И мы можем начать с Луизы и пойдём так тогда. Приятно, спасибо, да, конечно. И перед тем, как представиться, говорите, назовите своё имя, потому что у нас новые участники, и чтобы мы всё-таки могли назвать друг друга по имени. Чтобы мы только-то запомним с первого раза. Ну, ничего страшного, если не запомним, но это, так сказать, некие правила. У нас есть принципы, правила, которые надо соблюдать. Делать теснее круг. Строго у вас. Что? Строго у вас. У нас демократия. Это приятно. Строго из закона, как известно, компенсируется. Не обязательно. Нам скоро надо будет уже жал какой-то. Если у нас будет очень много людей, мы изменим формат. Будем сидеть за отдельными столиками. Вот, это один вариант. Второй вариант, просто здесь стулья, можно на стульях сидеть. Но, как показывает практика, один круг, наиболее удобная форма для общения. Люди будут сейчас присоединяться, а мы начинаем общение. Поехали. Спасибо. Всех рада видеть, всех всех рада видеть. Приятно очень знакомиться с новыми и новыми людьми. Зовут меня Луиза. Я из города Казань приехала в Анапу полюбоваться солнцем и морем. Тема, вы знаете, я так бежала, так боялась опоздать, что вот в данную секунду даже не могу предложить тему. Для меня было важно сегодня прийти, увидеть всех еще раз, насладиться общением приятным, зарядиться энергией. И я просто, знаете, я бежала. А вот если прилагательное бы сказали, какое-то к своему имени подобрать, да, как в детской игре к имени прилагательное присоединяет, я бы сказала, что я сегодня Луиза Бегущая. Я бежала к вам. Хорошая идея. Я попросу всех остальных тоже к себе предлагательное придумать. Так, имена будут запоминаться легко. Так что я Луиза Бегущая пока без темы. С удовольствием присоединюсь к тем темам, которые вы будете предлагать. И, в общем-то, и стараюсь в Клинице уместно. Луиза, Бегущая в широком смысле, не только вот в сию минуту. В сию минуту, Бегущая сегодняшний день. А вообще, я подумал, может быть, вы легкой атлетикой, может быть, занимались или склонны. А вот, кстати, говорю, в последнее время я так часто меняю место жительства, что, наверное, это тоже можно и по жизни, в общем-то, в последние два-три года определить, как такая, знаете, чемоданная, бегущая куда-то, ищущая свое место под солнцем. Поэтому почему нет, да? И тема, еще раз, тема. Вот я не могу предложить, я пока еще, да, я как спринтер прибежала, отдышалась и думаю, так, где же вы на свете белом? Вот на каком, под каким солнцем. Пока вот как-то тема, да. Не знаю, пока не могу предложить. Александр? Извините. Меня зовут Александр. Ну вот я сижу, думаю, над эпитетом. Ну, наверное, готовящийся к борьбе. Да. Я вообще видеоблогер, по образованию журналист. Готовенький или готовящийся? Готовящийся, предчувствующий борьбу. Да. Когда уже эти всадники апокалипсиса, с ними стали бороться. Да, вот я буквально сейчас перед этим, с 13 до 14, здесь беседовал с союзником, я сейчас собираю, так скажем, людей активных в Анапе, которые неравнодушны и хотят изменить Анапу. Вот. И с человеком, с которым я сейчас беседовал, но он, к сожалению, не остался здесь. У него очень масса проектов, и касающихся улучшения, так скажем, благоустройства Анапы. Он занимается экологией, у него есть проекты по спасению Анапской бухты, вот, Анапских, Джаметинских дюн, потому что, к сожалению, они уничтожаются не только вот уже людьми, но и некоторые, так скажем, ошибки в строительстве на побережье, они уже снимки с космоса даже показывают, что дюны у нас сдуваются в море, и, ну, пройдет какое-то время, то есть курорт потеряет уникальные пески. Ну, это так. Вот. Ну, вообще, я, так скажем, коммуникатор, то есть я распространяю информацию, у меня есть видеоблог, у меня есть живой журнал, я зарегистрирован во всех социальных сетях, начиная от Твиттера, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Телеграм, Инстаграм и некоторые зарубежные, вот, которых я даже не знаю, как они там читаются, вот, поэтому, ну, мы пришли сюда и ты тут. Да. Вот, поэтому... Ты и тут. Да, 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 да. И тут ты. Ну, вот так считаю, что информация, слово – это оружие, вот, и бороться я буду с помощью слова, в основном. Вот, причем я считаю, что вот социальные сети и общественное мнение, которое поддерживает каких-то активных граждан, имеет очень большое значение и влияние на вообще, на все вокруг, да, и на власти, и прочее, и прочее, прочее. Даже это отмечали вот наши сейчас собравшиеся там в Давосе вратилы, так скажем, бизнеса и экономики. Вот. Они даже побаиваются, вот, что именно социальных сетей, что социальная сеть, люди, организованные вот в рамках какой-то сети, могут разрушить целые корпорации. Любую Мадуру. Да. Вот. Поэтому, ну, я вот придаю очень большое значение информации и рад, что я в этой сфере, так скажем, действую. Ну, вот, все, пока. Так, какую-то тему предложил? Тему, ну, опять, вот, как благоустроить наш город, да, что кому не нравится, кто хотел бы, как бы, улучшить его. Юрий. Юрий страдающий. Но, не в трагическом смысле, а в более философском. Страшно. В частности, от слова страда. Как мобилизация, как, может быть, аврал. Вот с Луизой созвучно моё настроение, что, ну, когда человек торопится, опаздывает, это тоже мобилизация определенная, и он испытывает какие-то, ну, стрессовые такие вот нагрузки. Я также страдаю, конечно, за Анапову, я её наблюдаю тут уже почти 40 лет. Конечно, ну, она и была, конечно, захолустной дырой, когда я сюда приехал, вот, и были, были планы ещё в советские времена, тут прям радикальные перемены с союзным детским курортом, она была названа, когда большие средства планировались правительством, но, когда пошла эта эргономика, всё это потихонечку свернулось, потом пошла приватизация, и всё это потекло на потечению, по канализации, а канализация в море, в моментах в море, поэтому вот мне хочется поговорить о страданиях самых разнообразных, в том числе там и физических, да, человек с ними справляется или не справляется, понятно, что множество градаций и оттенков душевных страданий, мук, любовных, в том числе, страданий, от несбывшихся каких-то мечтаний или от потери каких-то уже достижений, тоже страдания, ну и интересно, кто, кто, что как с этим жить, мог бы сказать, если это еще кому-то интересно. Я Елена, я предложила бы вам поговорить о том, зачем, для чего мы живем, о смысле жизни. вот мы сходимся в страдании. Кому что нравится, здесь, 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 А Елена какая? Любовь без страдания не бывает. Я бы назвала себя легкая, я ко всему легко отношусь. Почему не прекрасно? Ну это, может быть. С лица прекрасно. Для кого-то прекрасно. Ну от этого не страдай. Миша. Мы можем его пропускать? Нет, не будем пропускать. Не будем пропускать. Не будем пропускать. Потому что насчет тем просто явный прогресс. И там прогресс, и здесь прогресс. Вот насчет того, что информация вот такой вот обладает силой, то, что градостроительные инициативы такие, ну это же просто, это даже ново. Вот я как-то естественно считаю себя продвинутым самым, а вот, пожалуйста, не додумался вот до того, что вот так вот информация такую силу имеет, она действительно ее имеет. И я, допустим, про него, про полуполтинных зашел, зашел как-то в какой-то издательств, ну совершенно случайно, как это узнать, за угол зашел, а там издательств. Ну и вот, дай, давай, дай, давай, зайду, узнаю, как, чего, говорю, а у меня вот знакомый есть полуполтинных, так они так его ругать начали, и так его ругать начали, что да, что я все запомнил, что про него сказали, плохого. По именам записал, что сказал. Да, и потом эти слова примеривал на него, думаю, вот, что относится, а что наговоры. Ну, и вот смотрю, что, может быть, они как раз со зла это сделали. Вот даже где-то вот из зависти получается. человек-то хороший, в целом. Ну, человек-то хороший, там, ой, боксер. Приготовился к борьбе. Да. А вот темы, ну, темы сильные. Все, я присоединяюсь. Насчет страданий, вообще, еще круче. то-то получается, что люди-то, казалось бы, на... спросить, если то все вроде как не против жить хорошо. Но мало можно найти людей, справившихся с такой задачей, что они живут хорошо, и сами с собой живут хорошо, и с ближайшим окружением, ну, я имею в виду, конечно, семейные, или что-то в виде этого. Вот. Тоже, тоже, как бы, не справляются. Угу. И поэтому тема, это живая. Я даже не знаю, к чему она относится. К педагогике она не относится. Еще как. Не относится. Не относится. Ну, не знаю. Страдания – это переживания. Переживания за себя, за другого, за ближайшего, за учащегося. То есть, на мой взгляд, вот, я бы сразу хотел, хотел немножечко, ну, подать, что ли, следующую ступеньку в этой теме. Ступенька такая. Человек или склонен сдаться, в случае, если ему нехорошо, или склонен не сдаться, если ему нехорошо. То есть, ему хорошо, тут уж и так понятно. Но ведь хорошо тоже, как правило, сдуру, хорошо-то. Так повезло, так получилось, так родился, столько заработал, и так далее. это другое дело, когда человеку плохо, а он вышел, выплыл, вынырнул. Это разные вещи. Ну вот, простейший пример. Человеку плохо, он вынул сигаретку, закурил. Ну, лучше-то не стало. Закурить, да, вот и все. Но, факт, что он вместо того, чтобы взять ситуацию, скажем, проанализировать ее, или найти в себе какую-то кнопочку, которая заведует хорошом, ну, в общем, этой частью, да, он вместо этого взял и, ну, никотин, он же тоже наркотик, и вот, вот таким вот образом. Вот, пожалуйста, и, и может так статься, что человек, который закуривал, закуривал в таких ситуациях, потом сказал себе, эхе, не туда. И явное дело, что в данной ситуации, по крайней мере, первое, бросить курить, не из каких-то там медицинских соображений, а именно из тех соображений, что оно борьбой, победой, не является, а поражением является. Вот, ну, это такая ступенечка, если позволите. Ну, и какая тема? И какой Михаил? Иван Иванович? Как тебя зовут? Ну, он сразу представился, прогресс он сказал. Михаил, Михаил. А, так Иванович, или просто Михаил? Ну, будет Иванович, больше мне к лицу, так. Да, я и привык. Просто Иванович. Какой? Ну, не было такого, чтобы кто-нибудь обратился к хирургу, сказал Миша. Это, кто бы ни был. Михаил Иванович, Михаил Иванович, тема, тема, тема. Моя тема, моя-то тема, вообще говоря, именно вот хорошо, как, хорошо, как, как, как та на личность внутренняя, как правило, скрытая от самого, от самого индивида, скрытая часть его внутренняя. Ну, можно там внутренний голос, там сказать еще что-нибудь. Ага. Вот. И я ее называю хорошо. Вот эту штуку. Я с ней ношусь уже много лет. Она, не могу сказать, что не совершенствуется, она совершенствуется. При случае доложу поподробнее. Ну, эта тема была и есть моя. Что такое хорошо, что такое плохо, или... Да, что такое хорошо, категорически против, потому что, что такое хорошо, это неправильно. Хорошо это как, а не что. Значит, понятно. Меня зовут Алексей. Я так понимаю, мы сегодня даем каждый друг другу, точнее, друг другу, а каждый дает себе определенное именование, да, кличку. Я, пожалуй, от этой обязанности дистанцируюсь, потому что я считаю, что сама Вселенная дает человеку то место и то наименование, которое он заслуживает. Вот меня зовут Алексей, в переводе с греческого это защитник. Я много-много времени раньше думал вообще, какая моя точка в этом мире, то есть, кого я должен защищать. Если я Алексей, если это значит защитник, то где он и удел, что мне надо защищать в этом мире? вот слушая предыдущих людей, я попробую как бусинки нанизать это сейчас. Посмотрите, Александр сказал, что информация, то есть, глобальная обработка этого мира, это очень важно, потому что один человек может менять мир. То есть, вот Александр работает с информацией, он меняет как бы глобальные процессы, которые происходят, ну, Анапа, Анапа это большой город, или там те люди, которые его читают, это, ну, то есть, это его предмет работы, это та материя, которая, с которой он может работать. Я сейчас немного, может быть, возражу Александру, вот моя точка зрения на этот счет, я считаю, что глобальные процессы, которые происходят, в мире, и у средства массовой информации, социальные сети, это, скажем так, конечный результат работы с этой материей, с информацией, он очень непредсказуемый. То есть, ты можешь написать, тебе просчут миллионы, но ты не почувствуешь результат, что в итоге ты получил. Ну, кто-то там отписал комментарий, кто-то там что-то подумал, может быть, кто-то там за чашечкой кофе две минутки на это потратил, ну, то есть, как будто ты вложился там вот своими усилиями, там, три года потратил на ведение блога, на ведение там этих социальных сетей, у тебя миллионы подписчиков, но в конечном счете, это некая, такая, морфная система, ты не получаешь реального результата, то есть, ты не можешь это пощупать. Может быть, где-то, когда ты это увидишь, там изменился город чуть-чуть, но вот как таковая, эта история очень издорная, поэтому я вот для себя в свое время решил, что я занимаюсь только подручными средствами. Вот есть полено, его можно порубить и понять, что это дрова, к которым ты печку можешь расставить. То есть, вот эти, когда я чувствую, что зона влияния очень большая, я от этого дистанцируюсь. И это, кстати говоря, связано с защитными функциями. Я могу защищать только то, что попадается мне под руки. То есть, я не могу как бы отстаивать интересы всего народа, всей страны, или даже города, или даже моих подписчиков. Я не знаю, сколько там у меня есть вообще, где-то на социальных сетях, наверное, есть. Я там ничего не публикую. Вот, поэтому одно время мне, ну, назовем так, мой учитель, или человек, к которому я очень с глубоким уважением отношусь, он об этом мне как-то сказал, но немного по-другому. Там звучало это более, более, ну, как вообще, как вообще раскрытие моего свойства на всю жизнь. И я вот эту выжил из того посылу, из того наказа, я думаю, что я это выжил. То есть, мое свойство это защита того, что попадается мне под руки. Как я? Сейчас скажу. Паль, я надел, защитил, мне в дрова превратил. Вот Юрий сказал по поводу страданий. Защищать надо не тех, у кого все хорошо, а тех, у кого все плохо. Смотрите, вот тоже, сейчас вот, вы как бы, знаете, прям как бусинки такие. ты их не надо защищать. Я понял, кого мне надо защищать, если это подручный материал, то есть, где он? кто действительно нуждается в поддержке, и кто страдает сильно, и надо ли вообще им защищать. Самое уязвимое звено в нашей жизни это дети. И вот смотрите, еще одну бусинку. Вот Виктор. Вчера случайно, как бы, я тут был в кафе, вот Виктор шел, случайно, увидел меня в кафе. Типа случайно. Я шел. Так, да. А случайно никуда не к нам. На самом деле, если посмотреть, то кругом очень много бедствующих людей, и самое уязвимое звено это всегда люди, которые никак не могут... А можно меня не снимать? Меня это раздражает. Миша, просят нас снимать. Меня не снимаете, как я не хочу. Я просто попрошу вас, чтобы вы меня не снимали. Здесь многие не любят. Я не люблю, когда меня снимают. Я не хотел. Алексей, простите меня, пожалуйста. И, короче говоря, если попытаться нащупать самое уязвимое звено в современном мире, то самое беззащитное и тем, которым действительно нужна защита, это не мы, не взрослые люди, не те, которые могут за себя постоять и как-то адаптироваться. Дети, которые иногда бывают... Ну да, у них могут быть родители, но родители тоже всякие бывают. И если человек действительно видит в себе силы, то достаточно просто посмотреть вокруг себя и вскрывается реально очень... Ну... Вот конкретика, да? Среди наших знакомых всегда есть уязвимые люди, взрослые. Ну, гораздо более бывают уязвимые дети. Надо просто посмотреть. И это и есть смысл жизни. Я думаю. Дети. выискать самое слабое звено, которое там... А с чего вы решили, что ребенок самый слабый? Это самое сильное существо на нашей земле. Не важно даже, если они упали и ходили. Вот смотрите, очень хорошо. Это очень сильные люди. И нам участвуют. Вот я вам сейчас позвожу. Совершенно верно. Вот меня вчера... Дети никак не являются самыми слабыми. Никак не являются. Потому что у них это то, что полагается в качестве защиты, оно у них просто не растрачено и есть. И по мере специализации человека это часто утрачивается. И человек по мере нарастания возраста делается более беззащитным, чем ребенок. Интересная мысль. Я с ней согласен. Росовые люди, вырастая, становятся более... Конечно же. Они как будто закостеневшие материи, которые... Чуть-чуть ее попробуй согнуть, она не согнется, она просто хрустит. То есть это как кость. Если в детстве она может маневрировать, дети они гибкие, конечно же. Их куда ни закинь, они там... Маугли, да? Стараются сжимать. Закинули к волкам в полки. Вообще не люди даже. Раз, ну там что-то это. Есть такие реальные примеры детей, которые адаптируются к любой ситуации. Вот смотрите, меня вчера застал и Виктор, и Алексей. Вот вы говорите, нужна ли им поддержка. Да, это Маугли. Они выживут в любой ситуации, в любой среде. Потому что действительно они гибкие. Ну вот, вчера я общался здесь в кафе с очень неблагоустроенной семьей. Да, эти дети в конечном счете как-то там освоятся в этой жизни. Но зубов у них уже нет. Потому что все сгнили. Что это? Как это? Сгнили зубы это не о чем еще. Последствия на всю жизнь. Я могу сейчас просто все поменять у этих людей, которые вы называете. Они все поменять. У этих детей? У этих детей, да. У них будет такое будущее, о котором вам даже и не смелость. Ну, скажем так. Откуда у них зубы? У меня молочная еще. Так это первый звоночек. Сгнили молочные. Это заложит в пласт и для последующей жизни. Понимаете? А это ваше мнение? Ну, конечно же. Но вот я для себя решил, что моя задача в этой жизни, мой смысл, моя трагедия. И это не, ну, условно говоря, мое страдание. Я думаю, страдать надо за детей. Потому что смысл в них. Если они вырастут совсем чужими, их надо воспитывать. А вот это вообще слово опасное. Что-то как-то по восходящей питать, что ли? Что такое воспитывать? Это насилие. Знаете, что такое слово? Воспитание. Насилие. Сейчас вам приведу. Давайте с ним покончим. Нет, меня спитали по поводу воспитания. Само слово воспитание, оно не обозначает воспитание. Это говорит о том, что мы должны дать правильно, ведать, да, ведать, правильно? Воспитать – это спросить, а не дать. Проконтролировать. Ну, в общем. Тогда было бы «воспросить». Хорошо. Да, «воспросить». А у вас это лицемерно называют каким-то возрученным питанием. Давайте дискуссия потом. Дискуссия сейчас. Просто каждый высказывается. Мы же это делаем. А я по поводу этого выступления хочу сказать, что это выступление совершенно, хотя бы я его сильно уважаю, просто не то слово. А выступление? Но выступление настолько сырое, что… нет, в следующий раз я приведу и говори. Он бы потерял. До этого пока закончим. Никто же не будет спорить, что дети – это цветы жизни. Только не надо им давать сильно распускаться. И все будет хорошо. А это точно. Куда же. Так, вам чай или старинство. Так, меня зовут Виктор. Спасибо большое. Если кто не знает еще, значит, Виктор переводит беческого победителя. Вот. И мое, как сказать, кредо, или мое, ну, как я могу себя представить, побеждать. Виктор, извини, ты какой, значит, еще? Алексей защитник. Защищающий. Да. Хорошо. Извиняюсь. победитель, как бы, вот, и от которого надо защищаться. от которого нужна защита. Но придется пострадать. Мое, так сказать, последнее кредо, это перестать быть обиженным. Перестать быть обиженным. И что перекликается? Потерпевшим. Потерпевшим. Страдающим. Страдающим. Перестать быть страдающим. И наконец-то начать нормальную безстрадание с радостью жизнь. И то есть, как мне многие говорили, открой свое сердце. Я пытаюсь открыть его, там нифига не открывается, почему-то она зажавилась. Вот. То есть, ну, в таком плане я хочу перестать страдать. Единственное у меня желание в этой жизни, чтобы у меня в жизни появилась какая-то радость. Заявление настолько хорошее, что так и хочется спросить, а о чем выристо? О чем выристо? Да, он не знает, что с ними делать, надрывается, не спит, убивает. Если можно, конечно. Ну, в двух словах. Значит, что по моему значению страдание, чего оно проистекает, ну, во мне лично во мне, это сравнение. Сравнение меня с прошлого, меня с будущего, как я себя представляю, с настоящим, чем, что я имею. Не похоже, но никак не совпадает. Вот всегда какой-то минус у меня получается. Вот. Страдание от того, что я вспоминаю, как бы, когда я сравниваю себя, ну, женщины, я не могу себя сравнивать, с другими мужчинами, допустим, тоже у меня начинаются какие-то проблемы. Когда я попадаю в какие-то ситуации, казалось бы, такие непредсказуемые, вдруг я начинаю понимать, что я мог бы предотвратить это, если бы я в тот момент осознавал, где я нахожусь, то есть момент присутствия. То есть я очень большой фантазер, я хочу перестать фантазировать. Я хочу окунуться в эту реальность, близиться с ней и хотя бы почувствовать, что это такое, мир, в котором я живу. То есть черная фантазия? Нет, почему? У меня черных не бывает, в отличие от некоторых. А у меня хорошие фантазии, но когда эти фантазии, когда я возвращаюсь из фантазии в эту реальность, она черная, почему-то. Она почему-то, да, становится, ну не черная, но серая, по крайней мере. Поэтому вот такие вот реальность. немножко потерпеть надо еще. не так быстро. Он как раз перешагнул. Он как раз насчет терпеть, он уже сказал, хватит. Он пытается восстать, а я говорю, надо еще потерпеть. Он шагнул дальше. я не хочу. Виктор, я не хочу больше быть жертвой, я не хочу больше страдать, я не хочу быть сильно уж победителем, но победителем над самим собой я хочу быть. это чревато. Я знаю. Еще больше страдать. Меня это не остановит. Меня, меня, у меня, чревато, это не значит, что это. А победа в том, чтобы неудачи. Ты знаешь, у меня ушло чувство страха перед тем, что может быть. Вот ты знаешь, когда идешь по жизни и всегда стараешься постелить перед тем, как упасть или предупредить что-то, что может с тобой случиться, как правило, в голове сначала. Мы сначала придумываем себе проблемы, а потом начинаем их решать. Короче, пошло. Виктор, и тогда твоя тема звучит как для обсуждения? Страдания. И как выйти из него? Нет, страдания. Как облисти себя. Я поддерживаю. Ну, как-то совпали с противоположным знаком. Это самая большая проблема, которая существует с каждым человеком. И люди не могут в этом разобраться. Откуда оно приходит, это страдание? Почему на ровном месте, сидя в хороших условиях, у человека крыша над головой, хорошее питание, и он все равно страдает? Почему, когда ты ударяешься, страдания, это поиски себя, когда ты ударяешь ногу, ты чувствуешь боль, ты чувствуешь боль. И вдруг потом ты начинаешь страдать от этого. Даже когда боль уже уходит, ты все равно продолжаешь ментально быть в этой боли. у тебя страх появляется того, что ты можешь еще раз удариться, ты можешь попасть в какую-то ситуацию. Страх смерти, страх всего чего угодно, того, что не существует. Понимаешь? И при всем при том, даже мечты, казалось бы, говорят, люди мечтаются, это же здорово, даже наши мечты приводят нас к состоянию страдания, когда ты возвращаешься на эту бренную землю из мечты, и видишь вот это несовпадение, о чем ты мечтал, и вот то, что ты сейчас имеешь. То есть мы даже страдаем не от того, не от этого сравнения, а страдаем видимо, блин, я на дне уехала. Короче, мазохисты никакой. Каждому отдельно. Прочту лекции. Меня зовут Светлана. Мне, конечно, удивительно, что Виктор вообще-таки тем сейчас затронул, поскольку для меня он более всегда выдавал какие-то жизнеутверждающие. Погромче. Я не могу, мне сложно брекеты, я еще не приспособилась. Просто обычно это я что-то там сидел, вот это вечно самоистязание. У Виктора всегда там такой взгляд какой-то. Это для других, а для себя ничего не осталось. Я впервые увидела человека, который вообще слишком много помогал, всего себя отдал. Сшоркался. Я вижу не всего еще. это безпосезонная бочка. Особенно что касается страданий. Ну, вы знаете, я сегодня, наверное, для себя бы подобрала определение растерянное, но пока я, то есть, вот это мое самочувствие, но сегодня я себя так с утра ощущаю, да? Но пока все высказывались так или иначе, в любом случае, я тоже думала, о чем мне следует сказать, рассказать. И я вдруг поняла, что, наверное, это действительно такое состояние достаточно длительное. То есть, не только сегодняшнее, а на протяжении последних 8-7 лет, так или иначе, я постоянно в себе это ощущение, оно по мне отвлекается, я вот его переживаю, переживаю так или иначе. С чем это может быть связано? Очень близко к тому, о чем говорит Виктор. То есть, вот это очень сильно пересекается, о том, когда мы что-то воображаем, что-то представляем, ставим себе задачи какие-то, да? Может быть, это можно назвать мечтой, можно это назвать просто целями, да? И это по каким-то причинам не реализуется, то, особенно, если это не реализуется не из-за тебя, а из-за, ну, скажем, твоего окружения, да? Когда ты, допустим, запланировал для себя определенный исход, там, вот или того, да? По стечению года я хотела бы добиться или совершить вот это, да? Твои близкие, они тебе создают такую обстановку вокруг тебя, которые, ну, по разным причинам они тебе это все естественно обосновывают и говорят, нет, так вот будет лучше, надо сделать не так, надо сделать иначе, вот мы сделаем так, как ты хочешь, ну, чуть позже, ну, к следующему году. И вот это вот постепенно, вот, когда ты к этому привыкаешь, то есть сначала ты еще в себе какие-то сопротивления, ты еще пытаешься что-то делать, противоборствовать и тому всему. Если это год за годом происходит, то ты уже, наверное, уже не веришь, вот это вот неверие в то, что это когда-либо может быть реализуется, да? Оно приводит к такому обустошению, ты уже просто перестаешь чего-либо желать. Вот это, наверное, самое страшное ощущение, когда ты уже и не мечтаешь, когда полное безразличие, когда уже даже люди, которые рядом с тобой были абсолютно всегда апатичные, ничего не желающие, не ставящиеся цели, они уже начинают чем-либо возгорать и говорить, что ну вот я бы хотела вот этого, а вот ты как думаешь, ты же вот всегда этого хотела, а я понимаю, что у меня никаких эмоций уже нет, нежеланий, нежеланий, абсолютно безразличие. Не страданий. То есть да, ну а это вызывает страдания внутренние, да? То есть ты уже начинаешь себя сам корить, ну как же так можно жить? Это уже не жизнь, ты уже просто, как бы существо вообще совершенно непонятно и до чего тогда все это, да? Вот, ну вот, то есть вот эта растерянность, да? Ну вот это вот, наверное, если обобщить, то это растерянность. Вот она, ее не обеспокоит, но это все опять же к теме о страданиях, То есть это тоже одна из форм страдания. Если эта растерянность все-таки вызывает, пусть и глубинное, но страдания, тогда? Наверное, вы знаете, хорошо, что еще пока вызывает, хуже будет, когда уже вообще, да? Когда человек понял, что уже все поздно, уже все прошло, что можно было, ну, мимо тебя прошло, тогда остается, что? Ставь философом и просто созерцать, ничего не желая. Все-таки страдание всегда подразумевает желание чего-то, что-то изменить, чего-то добиться, пусть даже, там, неизбыточного чего-то. Ну, какое-то движение, да? Желание движухи, да? Да. Пусть и даже тщетное, но, либо оно было. Да, это главное, да. И какая тема, которую ты предлагаешь? Ну, я также поддерживаю тему страданий. Это вот то, от чего он избавится хочет. А мы вот, с Светланой, так говорили, что это, ну, самое то. Что это моя ошибка, хорошая. Да. Ну, якобы. Меня зовут Елена, живу в Анапе 18 лет, приехала в 2000 году, чисто судьбоносный такой, так, моего переезда. Вот, работаю в ремонте одежды на центральном рынке, свое, как бы, предприятие маленькое. На сегодняшний день взяла себе псевдомим, фамилию Счастливцева. Томбит. Счастливцева. Томбит. Счастливцева. Томбит. 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 Продолжение следует...